Сама ванна чистая, белая, сухая. Но, как видите, особого глянца, как на новой ванне, здесь мы не наблюдаем. Давайте приступим к восстановлению первоначального магазинного блеска. Что нам для этого понадобится? Друзья, что в первую очередь понадобится? Ну, в первую очередь нам понадобится сама чистая ванна, бог с ним, что она уже матового цвета, непосредственно водичка и наждачная бумага. Фракции. Ну, я взял 2 500. Сейчас я этой бумагой и водичкой буду перетирать ванну с водой. Да, господа, давайте приступим с водичкой. Начнем потихонечку ее мотовать наждачной бумагой. Я купил листик этой бумаги, то есть 4 вот таких кусочка у меня получилось. И сейчас буду это дело мотовать с водичкой, чтобы песчинки, крупинки не попадали. Сильно не нажимаем, где-то есть царапины, протираем. Все это дело круговыми движениями желательно. Можно круговыми, можно как машину полируем, крест-накрест. И вот таким вот образом я перетираю всю ванну. Проблемные места это у меня в основном низ, то есть глянец весь уже стерся. Какие-то царапины можно затереть, какие-то не получится. И потихонечку, никуда не спеша, мы это дело перетираем. Затер ванну я 2,5 тысячи наждачкой всю. Вот, теперь все это дело ополаскиваю хорошо. Хорошо, хорошо ополаскиваю. Какие-то, конечно, механические царапины не убрались, это говорить нечего. Вот, ну а чтобы возможности можно было стереть, я стер. Так, теперь обмыли, теперь будем ее вытирать насухо. Берем, вода стечет, берем векошь, полотенца, все что угодно. И вытираем ванну насухо. Сейчас я вот вытру иду и поближе посмотрим, будет видно, нет шероховатости от наждачки. Итак, вот смотрите, видите, вот я перетирал, 2,5 тысячи фракция наждачкой, видите, как выглядит поверхность ванны. Ну и то же самое на цвету, в принципе, также видно и внизу. Теперь мы хорошо ее вытираем насухо, хорошо вытираем насухо ванну. Очень хорошо, чтобы она сухая, вот она у нас видно, что чуть замотовалась. Что-то убрал, вколы царапины, вот. Вот, вот такую вот тряпочку, забыл, как она называется, это продают в автомагазинах, которая при полировке убирает с поверхности всю пыль. Также ей пройдем всю ванну. Кластическая ванна у нас уже подготовлена в процедуре, собрали всю пыль, влагу, все у нас прекрасно, хорошо. И теперь следующий момент заключается в чем? Берем, значит, вот пласту полировальную с абразивом 0,75, по-моему, для полировки автомобилей, и новый полировальник, потому что, чтобы никакой не цветной, после какой-то полировки цветной машины, чтобы это у нас не въелось в структуру акрила. Вот, заряжаем все это дело сейчас в киловаттную дрель и начинаем полировать. Я с дна ванной беру пасту, вот так вот подразмазываю ее по дну. Сейчас сначала дно отполирую, чтобы это видно было, как это выглядит. Так, здесь все промажу ей. Кашу маслом не испортишь. Теперь берем нашу трель киловаттную с полировальничком, а у нее чуть-чуть нанесем полировочные пасты. Так, чуть полирнули. Берем нашу чудную тряпочку, и то, что у нас накрошилось, накрошилось, мы этой тряпочкой весь мусор собираем. И вот как она начинает блестеть. Так. Ну и так же вот полируем всю ванну. Обрабатываем, получается, после полировки. Я себе ванну немножечко обновил. Вот все блестит. Вот даже сейчас как-то показать, вот он катафот отражается, все блестит, наполировано. Ну и самое главное, то, что я себе вот этот вот низ обработал. Это все, она у меня вся сухая, вся вытертая. То есть красота. Конечно, сарапки какие-то остались, не без этого, но внешний вид ванны совершенно другой. Как говорится, подручными средствами. Ладно, всем удачи, всем пока. Там ухо наоборот, там ухо наоборот. Так что, там ухо наоборот. Спасибо.